Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Новенький Сергей бросил Татьяну Кузнецову. Она его долго ждала, общалась с ним в социальных сетях. Он прилетел из Владивостока к ней, но уже на второй день отказался от девушки. Сергей сказал, мне нужен огонек, а не уголек. Татьяна, конечно же, очень расстроилась. Оля Жемчугова своим внешним видом вызывает беспокойство у подписчиков. Они обеспокоены, что она слишком похудела и довела себя практически до анорексии. Оля тщательно следила за своим питанием, отказалась от всех вредных продуктов и результаты не заставили себя долго ждать. Излишняя худоба совершенно не идет Ольге, она может быть опасна для ее здоровья. Поэтому подписчики посоветовали Ольге закончить эксперименты со внешностью и поскорее набрать хотя бы парочку килограмм. Элла Суханова сменила образ. Она написала, вот такая новая я. Долго уговаривать на изменения не пришлось. Эллу даже не узнали со спины, когда они с Игорем Трегубенко ходили в кинотеатр. Зрители решили, что Трегубенко изменяет своей невесте с другой темноволосой девушкой. Подписчики комментируют образ Сухановой и все сошлись во мнении, что внешне так, конечно, лучше, но внутри все такая же неприятная особа. Вика Романец в выходные в компании со Светланой Торбой веселилась в караоке. «Это был вечер встреч», – написала Романец. Девушки повстречали там многих бывших участников – Лизу Шароху, Алиану Гобозову, Аню Якунину и Егора Халявина. Некоторые ребята покинули поляну. Женя Кузин поехал передавать подарок сыну Мите на Кипр. Именно там его бывшая жена Рита Гибалова-Марсо проживает сейчас вместе с семьей и с детьми. Денис Козлович уехал на несколько дней в Питер. А также Елена Босс улетела в Белгород тоже на несколько дней. Правда, вряд ли кто на поляне и среди зрителей заметит ее отсутствие. Бывшая участница проекта Элина Камерен дала новое интервью журналистам. В нем она рассказала о том, что отец ее дочери Саша Задойнов вполне может вернуться на проект, чтобы наконец-то построить настоящее отношение с новой избранницей. Элина сказала, «В этом нет ничего плохого, ему на Доме-2 по-настоящему комфортно, а если Задойнов найдет новую любовь, то я только порадуюсь за него». Сама же Элина пока не начинала новых отношений и не планирует. Ведь паузы между романами у нее всегда длились не меньше года. Лиза Кутузова вместе со своим мужем, певцом и бизнесменом Ростиславом Пироговым отмечают годовщину свадьбы. Лиза написала в своем микроблоге, «Муж мой, я тебя люблю, все лучшее впереди. Когда мы вместе, мы сила, всем врагам назло». Кристина Дерябина собирается делать ринопластику. Она написала, «Мы делаем мне носик, ура! Судя по тому, какой носик мы обговорили и посмотрели, он будет очень красивый, ровный и, самое главное, мой». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!